Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 11. Найдите в любом параграфе учебника, пользуясь условными обозначениями на странице 3, теоретические сведения. Теоретические сведения можно найти на странице 7. На уроках русского языка, как и на других уроках, вы учитесь не только говорить и писать, но также слушать и читать. Таким образом, вы учитесь выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию. Найти материал для самостоятельных наблюдений. Страница 6, параграф 2. Рассмотрите рисунки, на каком из них показано устное общение, на каком письменное. Определение и правила для заучивания. Выделите в них две части – правила определения и примеры. Страница 19, параграф 8. А. Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной в корне, нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово, в котором проверяемая гласная была бы под ударением. Примеры. Задания по развитию речи. Проектно-исследовательские задания. Задания на разборы. Задания по развитию речи. Страница 9, параграф 3. Упражнение 12. Прочитайте текст, ответьте на вопросы, подсказанные памяткой. О чем говорится в тексте, сколько абзацев, какие слова выделены, какие слова вам непонятны. Проектно-исследовательские задания. На странице 62, параграф 25. Упражнение 130. Почему знак припинания, точка, так называется? В 16 веке учение о знаках припинания называлось учением о стиле точек. Почему слово «точка» употреблялось во множественном числе? Как в те времена назывались вопросительные и восклицательные знаки? Подготовьте небольшое сообщение об истории точки как знаки припинания. Это проектно-исследовательское задание. Пример мы привели. Задание на разборы. Фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, пунктуационный. Фонетический разбор. Страница 189, параграф 67, упражнение 401. Морфемный разбор. Страница 189, параграф 67, упражнение 400. Морфологический разбор. Страница 176, параграф 63, упражнение 367. Синтаксический разбор. Пример на странице 179, параграф 64, упражнение 376. Пунктуационный разбор. Страница 132, параграф 46, упражнение 267. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...